Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тейлим, книге псалмов. У нас сейчас 53-й псалом. Каждый псалом имеет какую-то, за исключением некоторых, которые имеют общее такое значение, каждый псалом для чего-то конкретно лучше применяется, если можно так сказать, в отношении псалмов. В первую очередь по этому псалму есть такая информация, написано в самой древней книге, которая была, написано это, что этот псалом читают, когда кто-то пережил в своей жизни ужасающий опыт, испытывает страх, и вот у него вот это вот не дает ему спокойно существовать. Надо читать 53-й псалом, и он отводит. Почему такая сила у этого псалма? Именно об этом, потому что сказано, что этот псалом, это пророчество, в 14-й псалом мы читали пророчество о разрушении первого храма, и вот этот, это о разрушении второго. Есть, правда, и другие нюансы, сейчас мы к ним вернемся. Но, в сути, эта молитва составлена в предчувствии разрушения второго храма, но она же выражает надежду на восстановление всего, что было хорошего, и что будет построен третий храм. Поэтому, с одной стороны, это как бы констатация не совсем хороших событий, но и это гарантированное выражение надежды на то, что все будет хорошо. Когда тебя кто-то не любит, когда как бы твои ненавистники хотят сделать тебе добро, написано в наших книгах, что рекомендуется читать 53-й псалом, чтобы ненавистники стали остерегаться тебя, и просто в мыслях у них не было причинить тебе зло, потому что они заняты своими делами. Второе, это как бы отсрочка, просьба об отсрочке наказания. Когда человек чувствует и видит, что к нему пришло наказание, и он просит набрать силу отсрочства, читают этот псалом. Вообще, этот псалом считает, что вы враги, тебя боялись, написано. Когда у тебя есть еще, ну, совсем сильный страх, например, человек боится летать, или боится ездить, или что-то. Девять раз надо читать подряд этот псалом, написано, вдумываясь в то, что хозяин мира один, и написано, что это хорошо действует. Когда ты хочешь помочь ребенку своему, мать, девочке, или другому близкому человеку, или еще кому-то, которому ты считаешь грозит опасность и вредное влияние, что он попал под чье-то влияние, тоже за него читают этот псалом, и он тоже очень действенный. Ну, вот, пожалуй, все про 53-й псалом. Брахал и ослыхал.